На территории Сочи в дружбе и братстве проживает 118 разных национальностей. Потому открытие нового культурного центра Сиван – значимое событие не только для армянской общины. Город Сочи – это мини-советский союз, по сути дела. И город Сочи – тот центр, где действительно поистине этому уделяется огромное внимание. Ну а самое главное – мы все вместе, мы едины, мы радуемся за каждого из нас, а значит мы не победим. Мы многонациональный город. И у каждого народа, проживающего здесь, своя судьба, свои традиции, свои праздники, свой язык. И уже так сложилось исторически у нас в городе, что все, что происходит в той или иной общине, есть памятные даты, есть праздничные, есть трагические даты в судьбе каждого народа. Но мы все собираемся и отмечаем эти праздники. В основном строительство центра велось на спонсорские средства. Однако помогали и сами жители района. В строительстве этого объекта принимали участие фактически все население Аддерского района. Это поистине можно назвать народным строительством, потому что все вносили свой посильный клад в дело создания этого здания. Сегодня армянская община является одной из самых многочисленных в городе. И главная цель культурного центра – не только хранить традиции предков, но и учить детей основам толерантности, которая важна для сохранения межнациональных отношений. Много лет назад не только Сочи, Черноморское побережье, в целом Россия приняла очень многих армян, которые вынуждены были бежать от геноцида в Османской империи. На территории России до этого жили армяне, которые верой и правдой России служили. А Россия – это страна для всех, кто ее любит, кто ей служит, кто ей верен. Помимо духовного обогащения, в центре дети смогут изучать армянский и английский языки, посещать шахматный класс, а также заниматься в студии народного танца и музыки. Ольга Десятова, телекомпания, ФКТ.